Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор сайта Изба вязания, где мы обучаем стремителям освоение вязальной машинки с нуля. И сейчас мы с вами свяжем и такую очаровательную весеннюю шляпку. Любое вязание мы начинаем с расчета и построения схемы или выкройки. Эта шапочка не исключение. Первое, что мы делаем, вяжем петельный образец для петельной полбас. И всегда отмечаем на листике. Шестая плотность. У меня петельная проба 2,42 петли и 3,75 ряда в одном сантиметре. То есть я связала образец и поделила количество сантиметров на количество связанных рядов, а также полученных сантиметров на связанных петель. Получила количество рядов и петель в одном сантиметре. Это петельная проба моей шапки. Теперь делаем ее схему. Шапка будет состоять из достаточно объемного подгиба, прямого участка. И, ну я отмечу прямо, на самом деле здесь будут убавки макушки. Общая ширина шапки соответствует размеру головы. У меня размер головы 54, у меня маленькая голова 54. Убираю 1 сантиметр 53. Как правило, из размера убирают 1-2 сантиметра, чтобы шапка сидела плотно. Если у вас объемные волосы или вы не хотите плотную шапку, берите свой размер, либо добавляйте на тот объем, который вы хотите. Еще проще взять и померить голову, если у вас какая-то обширная прическа, чтобы соответствовал объему головы. Вообще, объем 56-58, вот здесь этот размер вы и пишете. Высота. Берете голову, вот наша голова, и можете сбоку от нужного уровня через центр головы до нужного, либо в профиль, точно так же от точки, где вы хотите, чтобы шапка заканчивалась, до точки основания затылка. Измеряйте. У меня это 40 сантиметров. Я делю пополам, потому что у нас полотно сложено будет. Получается 20. Учитывая, что шапка достаточно объемная, поля большие, я добавлю несколько сантиметров. Будет не 20, а 23. То есть, в ширину я ее немножко поуже сделаю, длину немножко повыше, потому что поля должны стоять вокруг головы, а не над бровями. То есть, они должны достаточно низко находиться. И смотрю, подгиб хочу сделать большой на линейке. Измеряю, какого размера подгиб я хочу. Вот подгиб в 6 сантиметров меня устроит. Подгиб будет 6. Теперь 6 сантиметров из 23 распределили. Макушка. Макушка, как правило, занимает треть головы. То есть, если у вас 21 сантиметр, ну, грубо говоря, 21 сантиметр половины шапки, то есть 7 сантиметров макушка. 7 сантиметров макушка. 23. 23. 23 минус 6 и минус 7. Я уже не рассчитываю на свои математические способности. 10. Это в сантиметрах. Итак, у меня шапка 53 сантиметра по петлям. 6 сантиметров подгиб. 10 прямая часть. 7 макушка. Распределяю подгибы, заломы, называйте их как хотите, которые пойдут у меня вдоль шапки. 6 сантиметров. Это особый секрет вот этого подгиба. С ним мы будем разбираться, когда начнем вязать. Ну, просчитать я, в общем-то, могу и сейчас. То, что у меня получается. 6 сантиметров умножаю на 3,75 ряды. Это ряды. 6 умножить на 3,75. 22,5. Учитывая, что это подгиб, получается, что 6 мне надо умножить на 2. 22,5 умножаю на 2 равно 45. 45 рядов у меня занимает подгиб. Я провязываю 45 рядов, надеваю петли на иглы. И вяжу прямую часть 10 сантиметров. Ну, 10 умножить на 3,75, 37. В общем-то, я могу, чтобы облегчить себе жизнь, округлить до 40. Ой-ой-ой, не надо. 40. Вот эти вот 3 рядочка я могу убрать из макушки. А могу и оставить. Ну, главное, чтобы шапка не стала слишком глубокой. Если она будет вообще нахлобучена на самые глаза, ее... ну, это уже не шапка, а какой-то кошмар. Поэтому убираю 3 петли, которые я добавила сюда для округления, из макушки. 7 умножаю на 3,75. 26. 26 минус 3, которые я добавила сюда, 23. Итого, вот мое распределение по рядам. 45 рядов я вяжу подгиб, потом 40 рядов прямую часть, и 23 ряда на макушку. 53, это петли. 53 сантиметра умножаю на 2,42 петли. 2,42 равно 128. Учитывая, что у меня... Итак, на минус сантиметр я взяла. И плюс к тому, что когда я делаю любое полотно, у меня 128 петель, это чистого вязания. Мне надо его сшить. На сшивание я возьму по одному петельному столбику. Слева и справа. Значит, плюс 2 петли. Одна петля пойдет на петельный столбик с одной стороны, вторая петля с другой. Итого 130 петель. Было бы у меня 125, я бы стала 127 вязать. То есть 2 петли на сшивание. Так, теперь, что касается этих подгибчиков. Смотря сколько я буду их делать, и какого они будут у меня размер. Поскольку шапка не слишком большая, смотрю, вот у меня линейка, 2 сантиметра, в общем, так вот они, 2 сантиметра будет достаточно. Больше это будет уже, наверное, вызывающе. Меньше, вообще непонятно что. 2 сантиметра. 2 сантиметра, поскольку это подгибчик, он 2 с одной стороны, 2 с другой. Итого 4. 4 сантиметра. 4 умножаем на ряды, это ряды, на 3,75. 5, 15. Прекрасно. То есть каждый вот этот подгибчик у меня 15 рядов. В расчет 40 рядов изделий они не входят, потому что они с внешней стороны, это как такая надвязка, которая не участвует в общей длине изделия. Никак. Это отделка. Моя задача, вот эти 15 рядов, вот этот рулик этот, разместить равномерно, смотря сколько я их хочу сделать, этих руликов. 3 мало, 5 не поместится. То есть если у вас большая голова, делайте больше. Если голова маленькая, делайте меньше. Вот мне кажется, что на мой размер 4 штуки самое то будет. Поэтому 40 делю на 4 и получается, что первый рулик я делаю на 10 рядах, второй рулик на 20 рядах, третий на 30 и четвертый на 40. Вот мои 4 рулика, которые я должна сделать. Четвертый рулик немножко зайдет на макушку, но и ничего страшного, потому что не важно это. Он все равно в длине изделия, никакой игры не не ракажет, никакого влияния на длину изделия. Итак, что мы делаем? Провязываем подгиб, 10 рядов прямого полотна, рулик, 10 рядов прямого полотна, рулик, 10 рядов рулик и 10 рядов рулик. Закончили рулик и начинаем вывязывание макушки. Все, вот на этом наша шапочка. Это схема вязания нашей шапки. Подгиб, ой, макушку, мне 130 петель, 23 ряда. Так, отмечаю на другой стороне. 130 петель, 23 ряда. Но, учитывая, что мой рулик закончится вот в этой точке, где начинаются убавки сразу, сразу начинается макушка. Я не могу сразу начинать макушку, мне нужно будет хотя бы 2 ряда провязать. Поэтому я беру из макушки еще парочку петель. 21 ряд. То есть, 130 петель за 21 ряд. Я все равно не могу убрать до нулика. Мне это не нужно. У меня будет небольшая стяжка. Поэтому как я могу убирать? На 20-м так, на провязываю, когда заканчиваю шапку, обнуляю щечек, получается мне первый ряд делаю стяжку 1 к 3. То есть, я убираю каждую третью петлю. Снимаю всем вспомогательную ниточку и надеваю обратно на иглу. Получается, 130 делим на 3. Я уберу 43 петли. Минус 43 петли. 130 минус 43 это 90. Ну, грубо 90. 90. Если я уберу треть провяжу, знаете, вот эти вот 20 рядов, они, в общем-то, идут на глаз. Чем ниже, тем больше расстояние я могу провязать, тем выше, тем меньше, для того, чтобы не было пимпочки такой наверху. Поэтому провязываю 6 рядов, убираю еще каждую третью. Получается так, 130 минус 43 петель. и делим на 3. Минус 29 петель. Получается 43 плюс 29 72 минус 130. 58 петель у меня на машинке. Провязываю еще 6 рядов. Еще одну треть. 58 делим на 3. 19 убираю. И так, у меня 6 есть 12 13. Остается, могу провязать еще 6 рядов. 19 считаю. 43 плюс 29 и плюс 19 равно 91. Ну, плюс 90. 103 130 минус 90 равно мне остается 40 петель. Тоже убираю одну треть. 13 петель. И вот это 13 петель это уже будет моя стяжка. 6 и 3 18 19 и плюс еще рядок после того, как я сделаю стяжку, мне еще 2-3 ряда надо провязать. Могу здесь 5 рядов провязать и 3 ряда и сделать стяжку. Так будет симпатичнее. Вот такие вот вещи они делаются не по какому-то строгому расчету. Чем меньше мы делаем строгих и сложных очень удушающих расчетов, тем легче нам вязать. Вот эти вот макушки, когда начнем вязать, я вам покажу, что на самом деле это очень просто и убиваться на вот этих вот частях не стоит. Мы еще раз посмотрим, что у нас получается и еще раз с вами разберем этот расчет. Теперь, что касается подгиба. Весь секрет этого подгиба в смене плотности. Если я буду вязать одной плотностью, у меня подгиб просто опустится вниз и будет вот такой вот просто обычный подгиб шапки, вот такой на глаза надвинутый. Моя задача сделать поля. Чтобы это были поля, я должна менять плотность, должна расширять вязание. Если вязание пойдет расширяться в стороны, оно хочет, не хочет, но приподнимется. Это будет вот такими вот полями встанет. Поэтому моя плотность рабочая шестая. Начинаю вязание с шестой плотности. Так, 45 у меня двойная часть. 45, что там делить? Ой, делить на 2. Моя задача 22 ряда провязать. За эти 22 ряда подгиба я должна несколько раз поменять плотность до максимально допустимой. То есть, все равно нужно сделать образец и посмотреть на какой плотности вязание будет смотреться нормально. То есть, оно не будет слишком жидким и рыхлым. У меня это будет буквально 3-3,5 плотности. То есть, я до 9 могу довязать. Поэтому 22 делим на 3. Получается, что с 1 по 7 ряд 6 плотность, с 8 по какой-то 7,5 ну и дальше может даже 7,5 и с 15 по 22 8,5 вот распределение плотностей на мое вязание подгиба полей моей шляпки. Потому что это не шапка, это шляпка. Как вам сделать? Делите на 3-4 части подгиб, вот эти вот поля и буквально за эти 3-4 части распределяете плотности по возрастанию, на увеличение, на более рыхлое вязание. Провязываете первую часть и возвращаетесь обратно в обратном же порядке, доходя до рабочей плотности. Ваши поля увеличиваются, они встают просто параллельно полу. Но для этого нужна плотная нитка, плотная пряжа. Ни в коем случае не какой-нибудь мерсеризованный там хлопок, который висит тряпочкой, нужна плотно держащая пряжа. У меня это будет акрил. Поскольку эта шляпка на такой достаточно не холодный период, я решила взять акрил. Он хорошо держит форму. И поскольку я не собираюсь носить эту шляпку 15 лет, это мне на один сезон, она будет белого цвета и акрил. Вот как только он начнет вести себя неприлично, я просто поменяю шляпку на другую. Поскольку мы с вами вяжем вещи сами, нам это никакого труда не составит. Поэтому если вам эта шляпка очень понравится, не выкидывайте расчет, вы купите такую же пряжу и свяжете себе новую шляпку, может быть другого цвета. Так вот акрил. Акрил лотос, производитель Подольск, город Подольск. Комтекс, Москва, город Подольск. Правда пряжа для ручного вязания, но машина ее берет очень хорошо, поскольку это акрил, он эластичен, он тонкий и достаточно легкий для машины. Очень равномерная и эластичная пряжа. Берем машинку, начинаем вязать. Я провязала 4 ряда вспомогательной ниткой. У меня такой вспомогательный акрил цветной. Провязываю один ряд контрастный к основному цвету катушечной нитки. Контрастный черного уж просто некуда. Это я делаю для того, чтобы разделить петли. Когда я начну надевать подгиб на иглы, очень удобно будет это делать, когда у меня есть разделение катушкой. Вот такой способ подходит абсолютно для всех машин. Вы видите, что я вязать буду накладкой нити. Если у вас машина с нитеводом, конструкция системы вязания та же самая. Вы точно так же вспомогательной нитью провязываете несколько рядов. С той разницей, что у меня машинка держит вязание сама, а вы навешиваете оттяжные гребенки. У вас здесь висят грузики и оттягивают вязание. Только не перестарайтесь с оттяжками, потому что они могут сильно деформировать наше один ряд катушечный. Катушку берите лапсангл, которая не рвется. Зацепили и один раз. Более того, вот здесь хвостики у нитки должны быть достаточно длинные. Вот такой длинный длинный хвост, потому что если коротенькие, они имеют обыкновение развязываться. И закрепляю на вспомогательные нитки. Я завязываю узелок с одной стороны, чтобы не растягивать первую петлю основного вязания. И точно такой же узелок завязываю с другой стороны. Для этого вспомогательные они всегда начинают и заканчивают с разных сторон. У меня остаются ниточки с разных сторон. Вот здесь вы видите осталась нитка, за которой я зацепила катушечную ниточку. Все, обнуляем счетчик и смотрим, что у нас получается. Шестая плотность, с первого по седьмой ряд я вяжу на машинке шестая плотность, беру основную мою нить, счетчик обнулю, вяжу 7 рядов с основной нитью на шестой плотности. Видите, за счет того, что у меня закреплена катушечная нить, первая петля получилась достаточно аккуратна. Если бы я не завязала катушечную нить, здесь бы все растянулось. Не забудьте, у кого вязание на оттяжках, на крайней петельке какие-нибудь оттяжки навесить, крабики, точечные оттяжки, любые грузики, иначе у вас будет перекос полотна возможно и сброс петель. Обязательно оттягивайте крайние петли. Так, два, три, четыре, пять, шесть. С восьмого по четырнадцатый ряд я вяжу на седьмой с половиной плотности. Сразу ставлю семь с половиной, провязываю по счетчику с восьмого по четырнадцатый ряд. Восьмой, девятый, десятый, 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 четырнадцатый. С пятнадцатого по двадцать второй на восемь с половиной. Передвинула на счетчики показания и вяжу до двадцать второго ряда. Надо учесть при этом, что чем у меня рыхлее плотность, тем больше полотно. Поэтому можно провязать даже не двадцать два, а немножко поменьше, двадцать. Смотрю на подгиб и думаю, что я провяжу не двадцать два, а двадцать рядов. Сразу исправляю по двадцатый. И здесь у меня получается не сорок пять, а сорок рядов. Так, и вяжу на восемь с половиной до двадцатого ряда. Провязала двадцать рядов. Смотрю, что да, мне вот такого подгиба будет достаточно. Теперь смотрите, мне надо провязать обратно так, чтобы дойти до шестого, до шестой плотности. Поэтому я просто меняю местами наши плотности. С первого по седьмой провяжу на восемь с половиной. С восьмого по четырнадцатого на семь с половиной. И с пятнадцатого по двадцатого на шестой. То есть восьмой с половиной и шестой я меняю местами. Обнуляю счетчик и вяжу с первого, но давайте по шестой ряд. Исправляю на шестой, с седьмого по пятнадцатого на седьмой с половиной, с пятнадцатого по четырнадцатого, да, и с пятнадцатого по двадцатый на шестой плотности. В обратном порядке. Я начала с шестой. Я и должна вернуться к шестой плотности. Поэтому на каретке ничего не беру, не трогаю. Плотность вставляю, как было. И вяжу с первого по шестой ряд на этой же плотности. Видим, какая у меня стоит сейчас на каретке. Пять, шесть. Провязали шесть рядов на плотности восемь с половиной. Семь с половиной сразу на счетчике переключила. Вяжу с седьмого по четырнадцатый ряд. На плотности семь с половиной и на плотности шесть оставшиеся до двадцати рядов. Дохожу до двадцати рядов и сейчас будем переодевать петельки. Провязали весь подгиб. Видно, что в начале и в конце, видите, петли плотненькие. Середина рыхлая. Это то, чего мы добивались. Середина у нас растянется, краешки нет. Видите, края плотненькие, середина вот такая вот рыхлая. Это то, чего мы добивались с вами. Теперь моя задача этот наш подгиб поля надеть на иглы. Видите, катушечная нитка разделила мне петли. Вспомогательная нитка сама по себе, рабочая вот она, сама по себе. Вот. Они просто разделены и отлично видны открытые петли. Это то, опять же, чего мы добивались, используя катушечную нитку. Поэтому сейчас на иглы надеваю вот эти вот полученные открытые петли. Лучше всего это делать шильцем. Вот, к сожалению, этим шильцем комплектуют не все вязальные машинки. Если хотите, можете приобрести у нас в избе вязание. Такие шильцы продаются. Очень удобная вещь. Подходит, но, как вы понимаете, это не какой-то инструмент для конкретной вязальной машинки. Это просто загнутая иголочка. И надеваем все петли, которые у меня отлично видны, потому что они разделены катушечной нитью на иглы. Не забывайте при этом, что снизу у нас всегда на одну петлю меньше, чем сверху. Потому что вот эти вот петли, которые мы с вами надеваем, находятся между петлями, которые у нас наверху находятся. Просто подцепляю петельку, не снимая вспомогательную нитку и надеваю ее на иголку. Очень быстро, очень удобно. У вас, у кого машина с грузиками, грузики можете в данный момент не снимать. Вспомогательную нитку оставьте висеть на полотне. Она будет вам прекрасно все оттягивать. Не надо перевешивать на вязание. Вспомогательная нить для того и нужна, чтобы она принимала на себя все, что называется, невзгоды вязания. Она растягивается, на ней висят крабики, она у нас держит вязание. Вот таким вот способом надеваем петли, которые у нас получились снизу. Прекрасно видны очень четкие петли на иглу машины до конца вязания. Надели, вот мой подгиб. Видите, он даже стоит, то есть он вот так вот. Он уже пытается стоять, а не лежать, потому что ему тут мало места. Будет очень хорошо смотреться на шляпки, вот именно за счет вот этой вот смены плотности. Это очень большой секрет полей, таких вот небольших. Теперь еще один очень важный секрет. У нас соединение двух полотен. Если я сейчас привяжу на моей рабочей шестой плотности, на которой я вяжу, буду вязать все изделие, у меня будет здесь вот на месте соединения большой рубчик, и он будет виден с лицевой стороны. Для того, чтобы сгладить место соединения, вместо шестой плотности я ставлю 7-7,5. Один ряд. Этот ряд идет в расчет вязания. Поэтому счетчик обнуляю и вяжу один ряд на плотности. Вместо шестой я вяжу на плотности 7,5. Гораздо рыхлее. Сразу, сразу ставлю плотность шестую. Сразу ставлю рабочую, провязав один ряд. Я сделала соединительный ряд двух полотен. И теперь по нашему с вами расчету. Вот эту часть мы связали, переходим вот к этой части. Я должна провязать 10 рядов и рулик. Еще 10 рулик, 10 рулик, 10 рулик. Вот мой первый рулик. Через уже 9 рядов, потому что один соединительный в расчет шел, провязываю 9 рядов на рабочей плотности и будем вывязывать рулик. Вяжу 9 рядов. Провязали. Вспомогательную нитку я не снимаю. В принципе, могу снять, могу снять потом, она мне не мешает. 10 рядов до первого ролика. Что я буду сейчас делать? Я буду делать метки на вот этом вот ряду рабочем. Для этого нитка контрастная. Я возьму вот этот акрил. Мой любимый. И просто ставлю меточки на крайние иголки. Вот на вторую, чтобы не свалилось. Под иглу одну. Просто, смотрите, в нескольких местах, где-нибудь, где у меня тут иголка видно, на иглу навешиваю. Если у вас так не получается, можете узелок завязать. Самое главное, чтобы он потом легко снялся. Поскольку надевание полотна на иглы достаточно легко проходит по вот этим вот петельным дорожкам. Дорожки у нас есть вертикальные, а есть у нас горизонтальные. Вот эта горизонталь прекрасно видна. В нескольких местах я делаю метки для того, чтобы не сбиться случайно где-нибудь в середине. И на второй краешек точно так же навешиваю метку. Очень осторожно провязываю первый ряд руликов. Не меняю плотность, ничего не меняю. Если вы не хотите, чтобы рулик топыривался и вокруг вас стоял колом вот таким вот, рыхленько очень, тогда плотность не меняем. Если вы хотите, чтобы он сильно-сильно выделялся, вы можете поменять плотность и он будет у вас вот таким вот весь сжатым и топорщится. Я этого не хочу, плотность поэтому я не меняю. Могу обнулить счетчик, моя задача провязать. Вот как мы с вами считали, мой рулик будет 15 рядов, потому что я хочу, чтобы он был 2 сантиметра. 2 сантиметра с одной стороны, 2 с другой, итого это 4 сантиметра 15 рядов. Значит я обнулила счетчик, провязываю, стараясь первым ряду не сбить метки, 15 рядов на рабочей плотности. Первый ряд аккуратно очень. Проверяю меточки, что они никуда не делись. Все. И еще 14 рядов и останавливаюсь. Метки на месте все. 14 рядов еще вяжу и встаем. Будем надевать полотно на иглы обратно. Провязала. Вот метка. Вот она. Смотрю. Моя задача, вот этот петельный столбик. Выходит, видите, вот, вот, вот петля, из нее следующая, следующая ниточка, эта же петля, следующая ниточка. Вот этот весь ряд надеть на иголку. Поэтому сейчас, вот это была вторая петля, надеваем, первая, и дальше смотрю, стараюсь выходить из одной и той же петли. Видите, видно, что петли одни и те же. Вышла из этой петли, вот петля, из нее же раз, вот петля, из нее же раз, вот. Петля видна, из которой я должна выйти. Вот этот ряд очень четко выделяется. Самое главное не сбиться. То есть даже если вы отвлечетесь, прежде чем начать активно надевать петли обратно, проверьте, что вот этот вот рядочек у вас очень четко идет. Видите, ничего не сбивается, один, 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 все то же самое. Вот таким вот способом надеваем весь, весь ряд. Это достаточно быстро. Самое главное не сбиться с ряда. Когда я сейчас буду провязывать, я могу изменить плотность, могу не менять, потому что, в общем-то, здесь это не будет так столь важно. Но, с другой стороны, уж если вязать по правилам, то по правилам. Надеваем полный ряд на иглы. Периодически вот у меня здесь меточки попадаются. Сверяю, что они тоже нормально наденутся, я выйду на эти же петли до конца. Меняю плотность, один ряд провязываю на более рыхлой плотности, ставлю сразу рабочую и еще десять рядов. Это уже пойдет тело шапки, потому что мы с вами вязали, 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 вязали. А в итоге получается, что связали всего вот десять рядов. Рулик наш ушел внутрь, его с изнанки нету, он как бы связан, но находится внутри. Поэтому сейчас я надеваю до конца, вяжу десять рядов, еще такой рулик, десять рядов, еще такой рулик. Вот таким вот способом мы вывязываем основное прямое полотно шляпки нашей. Так надеваем петельный ряд на иголки. Провязали, ставлю в рабочее положение иголки. Метки не сбились нигде, это очень хорошо. Меточки вот они, я их оставила, мне еще несколько раз их надевать на полотно. Проверяю. Плотность поменяю. Так, у меня шесть, ставлю семь с половиной, один ряд. Щечек обнуляю. Один ряд. Сразу рабочую плотность шесть. Не откладывайте никогда перевод плотности на нужные вам значения, потому что как только вы отвлеклись, вы забудете и провяжете на увеличенной плотности достаточно большое количество полотна и вам придется переделывать все. Так, один ряд провязан. Теперь еще девять рядов. И так далее. Провязали еще девять рядов, сделали такой же рулик. Десять рядов, рулик, десять рядов, рулик. На четвертый раз надеваем полотно, провязываем соединительный ряд. Ну, можем еще ряд вернуться, потому что соединительный ряд и еще один ряд. То есть мы провяжем сорок два ряда, потому что тяжело будет делать сборку на рулике. И останавливаемся. Все делаем вот по этому же подобию. Ничего не меняется. Ставите меточки, надеваете на иглы петельный ряд, снимаете меточки, оставляя их на следующий ряд и провязываете соединительный ряд на более рыхлой плотности до конца прямого участка шапочки. Вот то, что у нас получается. Широкий подгиб. Ну, пока он немножко бесформенный. Но, вот видите, он так и хочет улечься по кругу. Вот наши ролики. Ой, бетля убежала, надо поднять. Так, и последний ролик, четвертый. И после него два ряда провязаны белым цветом. И снято все это нас помогает. Но не через, видите, катушечную, чтобы четкие петли были. Обязательно, вот на этом этапе, прежде чем мы будем вывязывать макушку, надо примерить шляпку, насколько хорошо она на вас сидит. Мне очень понравилось, как она села по голове. Очень четко, очень хорошо. Вот эти ролики, видите, опускаются. Просто все прекрасно. Все очень нравится. После того, как мы соберем эту шапку, сошьем, мы ее обязательно высушим, чтобы она приняла форму нужную. Все прекрасно уляжется. Сейчас берем машинку и начинаем делать сборку, как мы и планировали. 1 третьtat убираем. То есть 2 петли мы навешиваем на машинку, 2 на одну углу. То есть по одной петле на одной игле, на третью иглу 2 петли. 2 иглы по одной петле, на третью иглу 2 петли. То есть мы убираем одну треть петель. Берем машинку и делаем в борту. Нитки я здесь беру не отрывала, не помогательную. Вот она. От клубка идет не основную. Я сейчас буду продолжать ей вязать. Поэтому, смотрите, сейчас я надену петли, вспомогательную нитку, просто намотаю на клубок. Я не стала ее отрывать, чтобы у меня не было никаких хвостов. Это не нужно. Очень аккуратно. Изнанкой к себе. Как мы вязали, так и надеваем. Помогательную нитку внутрь. И каждую петельку. Сейчас две первых. Сразу в переднее положение, чтобы они не убегали. Две первых петли на по отдельности и две вместе. Две по отдельности. Раз. Два. И две вместе. Вот таким вот образом... Да, две вместе. Таким вот образом мы делаем достаточно хорошую стяжку. Мы убираем треть петель сразу. Если буду делать меньше, у меня будет меньше убрано. Две вместе. Две по отдельности, две вместе. Вот так до конца. Убираю петли. Навешиваю их на вязальную машинку. После этого просто распускаю помогательную нить. Если катушечная где-то застрянет, ее можно не снимать. Ее можно взять потом. Она тонкая и мешать вязанию не будет. Поэтому надеваю до конца на иглы полотно. И смотрю мое описание. То есть на первом ряду, ну я провязала два ряда. 43 петли я уберу. Дальше я провязываю 6 рядов. Снимаю на вспомогательную нить. Делаю то же самое. Еще 6 рядов. Еще то же самое. То есть вот таким вот. И потом 5 рядов и 3 ряда. Все, что мы с вами насчитали, вот таким вот способом мы делаем стяжку до минимального количества петель. Самое главное, чтобы у нас в конце не было остренького кончика. У нас должна получиться гладкая тарелочка. Поэтому принцип этой тарелки с каждым следующим ярусом я должна провязывать все меньшее количество рядов. Вот у меня 6-6-6 в принципе сойдет. Потом 5 и 3 и стяну. Делаем вот таким вот способом убавку макушки. Я сделала достаточно большую стяжку. Видите? Несколько ярусов убавок. Вот они видны. Плохо, но видны. И теперь примеряю. Складываю шапку и смотрю, что получается. Если я буду продолжать так делать, у меня получается не тарелочкой шапка идет, а видите, наверх. Моя задача сейчас стянуть ее как можно сильнее, чтобы она здесь была плоская. Поэтому сейчас я буду... И к тому же у меня уже подходит к концу расстояние вот этого. То есть я немножко скорректирую мой расчет по убавкам. Сейчас вот то, что у меня остается. Видите, я сделала 1, 2, 3 яруса убавок через... Вот как вначале говорила, две иголки, две петли свободные, две на одну, две свободные, две на одну. И сейчас я примерила и вижу, что мне нужно делать более мощную стяжку. Поэтому вот сейчас по 2 петли на одну иглу я делаю в половину, я уберу половину петель. 2 петли на одну иглу я буду очень хорошо стягивать, потому что у меня уже не остается ни количество рядов, и достаточно большое количество петель, и мне нужно убрать макушку, чтобы ее ни в коем случае никакой пимпочки тут не было. Это можно определить, как я уже сказала, методом вот таким, примерить, что получается. Поэтому сейчас беру и по 2 петли на каждую иголку навешиваю, провязываю еще 2 ряда и смотрю, что получилось. Я сделала достаточно мощную стяжку, смотрю, что получается. Расправляю шляпку. В тарелочку она укладывается очень хорошо. Видите? Сразу собралось, как хорошо. И поскольку петель остается еще достаточно много, вот я, как вам сказала, что сложу по 2 петли на одну иглу, так я и сделала, провязала 2 ряда. У меня получилась достаточно мощная стяжка, как я уже сказала, хорошая стяжка. Но осталось много петель, поэтому после этих двух рядов я сделаю еще раз такую же стяжку. Останется совсем вот, совсем чуть-чуть, вот половину, и тогда их уже можно будет собрать на нитку. Поэтому сейчас все, смотрите, любой расчет корректируется. Одно дело теория и другое дело практика. То есть мы рассчитали, но обязательно перепроверяем. Тем более, если у нас есть возможность снять все это вязание с игл и посмотреть, что выходит, обязательно надо этим пользоваться. Выходит все очень даже хорошо. Сейчас делаем еще одну такую же мощную стяжку. Все по ходу работы перепроверяется. Для того, чтобы здесь плоская тарелка была, никаких выпуклостей. Еще раз делаю такую же стяжку по две петли на одну иглу. Провяжу два ряда. Но второй ряд будет хитрый, поэтому сейчас я делаю стяжку. Провязываю ряд общий. И еще один ряд на более рыхлой плотности. У меня будут последние петли, достаточно длинные, для того, чтобы очень аккуратно они собрались. Маленькие, коротенькие петельки тяжело стягивать. Если петли большие, они на макушке образуют очень красивую стяжку. Поэтому сейчас собираю все и делаю красивые петли по самому последнему краю, по последнему ряду. Вот получается количество петель. После того, как я сделала последнюю стяжку, видите, вот она наша тарелка, тут так висит. После того, как я собрала по две петли на одну иглу, провязала один ряд на рабочей шестой плотности. И сейчас мне нужны большие красивые петли для макушки. Поэтому шестую плотность я меняю на 7,5. Можно даже на 8. То есть я делаю более рыхлый ряд. Один последний, ну, пусть будет 8, пусть будут большие петли на 8 плотности. Рабочая шестая, один последний ряд и провязываю на 8. Все, вязание закончено. Последние петли у меня достаточно большие. Теперь моей же рабочей нитью, видите, вот она рабочая, я рвать ничего не буду. Затягивать макушку и зашивать я буду одной нитью без отрыва. Потому что можно, конечно, снять сейчас на ниточку, стянуть, потом сшить. Но мы сейчас, мы все будем делать единой нитью, чтобы ничего не рвать. Поэтому где-нибудь там подальше, беру петельку и снимаю петли на вот эту вот петлю. Вот таким вот образом. Можно, конечно, вдеть в иголку и снять, а можно просто, как получается, вот этой вот петлей снимаю с машины петли. Желательно, чтобы все петли смотрели в одну сторону. Конечно, при стяжке они стянутся сильно и это будет незаметно, куда они там смотрят. Но лучше в одну. До конца. И будем обязательно, прежде чем зашивать, шапку мерить. Она, конечно, еще не сшитая, можно ее сколоть булавками. Померить обязательно. Потому что, если мы сошьем и выясним, что она нам не подошла по размеру, это будет совсем нехорошо. Поэтому, после того, как я... В принципе, я ее уже мерила. Поскольку несколько раз мы ее снимали с машины, все очень хорошо. Но тарелочку на макушке мы еще не примеряли. Поэтому сейчас снимем и посмотрим, чего у нас получается. Это очень важный момент. Примерка. Финальная примерка. После чего мы уже будем отделывать шляпку нашу. Уже можно без примерок. Так, ну вот, у меня остается 3 петельки. И смотрим, что получается. Главное, тут ничего не упустить с иголок. Потому что поднимать такое будет очень тяжело. Сборки. Так. Я ей только. Так, чтобы с ничего... Ой. Зацепилась. Вот. Вот так вот мы все стянем. Пока не буду. Видите, за счет того, что у меня последние петли более крупные, получается очень аккуратная стяжка. Помогать на нитка влезла. Так, смотрим, что выходит. Очень хорошо все выходит. Абсолютно ровно получается. Ну, учитывая, что шапка еще не сшита, не отпарена, не приняла свою форму шляпка наша, но уже видно, что донышко у нее абсолютно плоское. Все именно так, как мы хотели, получается. Вот наша шляпка. Теперь будем ее сшивать. Да, я еще не сказала, что когда мы начинали, помните, вспомогать на нитка была, ее можно уже и снять. Поскольку у нас помогать на нить была началом, ее просто так не распустить, поэтому отрываем узлы, которые мы внизу завязывали, чтобы у нас петли не получились растянутые. Так, с этой стороны и с этой стороны. Помните, мы там узелки завязывали. И теперь я просто эту нитку вытягиваю. С одной стороны. С другой стороны. Вязание. Вот так вот просто снимается с вспомогательной нити, получается очень чистый край. Если бы мы катушечной нитью не воспользовались, снять вспомогательную было бы гораздо сложнее. Она была бы ввязана в полотно. А так она просто вот снялась и все. Поскольку она не отпарена, не прижата, воспользоваться той ниткой мы сможем еще не один раз. Вот наша шляпка. Поля. Кстати, посмотрите, поля лежат по кругу. Шапка стоит. Поля у нас лежат. Но учитывая, что мы не ставили целью делать их горизонтальными совсем, они будут не чисто горизонтальными, параллельно полу, что называется, а немножко отстоять от головы. Это самое то, что надо. То есть не нужно, чтобы поля стояли горизонтально. Это совсем лишнее в данном конкретном модели. Поэтому, видите, за счет того, что мы меняли плотность, у нас поля вот таким полукругом прекрасно лежат. Берем шляпку. Лицом к лицу. Сейчас будем сшивать. Момент такой. Как мы будем носить рулики. Можно каждый рулик шить отдельно. Тогда они будут стоять вокруг головы. Пропустить в них какие-то тесемочки, чтобы они форму держали. У вас будут вот такие вот отдельно красивые рулики. Их можно сшить каждый сам с собой. Точно так же, как мы сейчас с вами будем сшивать подгиб незаметным швом. Чтобы ничего не было видно. Вот так же можно сшить рулики. Можно рулики все загладить и сшить в лежащем низ положении. Просто пришить и получится вот так вот зашитая шапка. Поэтому смотрите, как хотите. Я зашью просто, опустив вниз эти рулики и вот так вот сшив их друг с другом. Здесь вот наша донышко круглая. Петли с петлями начинаются. И дальше я стыковать буду каждые петли между руликами. Рулики и саму шапку. Рулики и саму шапку. Пока не дойду до подгиба. Подгиб, конечно, так сшивать нельзя. Это безобразие. Подгиб мы будем сшивать иголкой. Шапку я буду сшивать крючком. Можно сшивать иголкой, но вот конкретно такое вязание предпочтительнее, вот мне так кажется, сшивание крючком. Поэтому сейчас берем крючок вязальный и начинаем сшивание нашей шапочки. Ее можно скалывать обязательно вот здесь вот по... Так, где у нас, например, начинаются рулики, четко стыкуем, скалываем. Начинаются рулики, четко стыкуем это место и скалываем. По горизонтали лучше перестраховаться, потому что в момент сшивания, особенно крючком, возможно сбиться. Достаточно чуть-чуть сдвинуть полотно, так дошиваю вот до подгибчика. Подгиб пока трогать не буду, остановлюсь на этом месте. Так, верхний рулик стыкуем. Так, а здесь петелька к петельке и можно где-нибудь посерединке, чтобы тоже никуда ничего не уехало. Здесь такие расстояния, что растянуть как-то тяжело, неправильно. Так, вот. Рулики надо расправить, они круглые и могут вести себя не очень хорошо в момент сшивания. Они могут загибаться, поскольку у нас вязание не расправлено, не разложено. Поэтому, когда мы будем сшивать, мы будем очень внимательно следить за тем, чтобы брать только петельный столбик. С шапки, петельный столбик с одной стороны рулика, петельный столбик с другой стороны рулика. И со второго рулика один петельный столбик, второй петельный столбик. Вот это за этим надо следить. И один петельный столбик шапки. Вот это одна петля будет. Ее стянуть надо будет очень-очень сильно, потому что вот эти места могут расходиться. Поэтому сейчас берем крючок, берем шапку и начинаем зашивать. Начинаю с макушки. Вот мои петли. Вот рабочая нитка. Ничего не отрываю. Рабочая нить идет от клубка. Вот. Все вместе. Тянем, тянем эту ниточку. Тяну за рабочую нить. У меня появляются хвостики. Видите, вот она петля. Эту петлю мне упустить ни в коем случае нельзя. Надеваю на нее петлю-ловитель. На нее и на первый петельный столбик. Пока ничего не затянуто с одной стороны. И на этом же уровне петельный столбик с другой стороны. Вот. Дело. И теперь я могу вытянуть эту петлю. И вытянуть вторую петлю. Ее тоже на крючок. Все петли у меня надеты на крючки. И теперь проверила, что у меня все петли рабочая нитка с одной стороны с другой на крючке. Теперь я сильно это все затягиваю. Я затягиваю макушку. Вот. Теперь она точно никуда не денется. Она захвачена крючком и прижата. Сильно-сильно затянула макушку, чтобы не было дырочки. И теперь могу сделать первую петлю. Вот она. И поехали. Петельный столбик с одной стороны. Петельный столбик с другой стороны. Подтянули рабочую нитку. Пальцем, видите, у меня достаточно сильное, вот, натяжение достаточно сильное. Здесь я крепко держу нитку рабочую, вот она, мизинцем. Указателем я оттягиваю ее. И остальными пальцами держу вязание. Второй рукой захватываем нить рабочую. Видите, упираюсь указательным пальцем, вытягиваю. Этот палец, видите, аж побелел. Он натягивает нить. И этот палец натягивает нить. За счет этого у меня получается очень плотный шов. В идеале, конечно, это не все. Если я так буду зашивать, я просто стяну полотно. Поэтому сейчас. Либо мы зажимаем где-то наше вязание. Ну, как правило, делаю я. Мне сейчас просто перед камерой неудобно. Мне не видно будет, что я делаю. Поэтому я сейчас сажусь на стул или на диван. Ставлю ноги на уровне табуретки. Зажимаю коленками вязание и тяну его еще и в обратную сторону. Таким образом я растягиваю полотно там, где я буду его сшивать. То есть я изо всех сил стягиваю его крючком. И ногами оттягиваю вот это место сшивания. Тогда у меня никогда не будет стяжки. Шов будет идеальный. Самое главное следить за тем, чтобы я брала только петельный столбик. Чтобы у меня дорожка петельная вот эта никуда не уехала. Если я буду за этим следить. Если я буду хорошо натягивать полотно. Видите, одна петельная дорожка, это одна косичка. Вот здесь вот по краю. Присмотритесь, у нас идет такая вот косичка. Узелок, две косички, узелок, две косички. Вот это и есть петельный столбик. Именно его мы должны захватывать. Оттянули, там, натянули здесь. Маленькая петелька, здесь петельный столбик. Раз, два, натянули, провязали. Вот таким способом я зашиваю всю шапку до подгиба. Подгиб я так зашивать не буду. Ну, в принципе, могу нижнюю часть зашить, верхнюю зашивать так не буду. Мне нужен очень аккуратный подгиб, чтобы он был безупречный. Поэтому дохожу до подгиба и подумаю, зашивать его косичкой до половины, либо сразу иглой буду зашивать. Это уже, когда мы дойдем. Так, про это сказала. Про рулики сказала. Рулики мы зашиваем точно так же, вот этим же единым полотном. Каждый раз, очень внимательно. Я не просто тыкаю петлю ловитель, куда придется. А очень внимательно слежу, чтобы у меня вот эти вот петельные столбики были не больше и не меньше. Получается вот такой, очень толстый такая сборка, но петлю я вполне могу прошить. Скололи и вот таким вот способом, петлю ловителем, оттягивая вязание коленками и натягивая нитку рабочую, мы дошиваем до подгиба. Сшили ролики. Теперь, в общем-то, можно сшить и первую половину подгиба. Самое главное, выровнять его по нижней части, чтобы он был четко вот здесь вот ровненький. Закалывайте булавкой, пальцами держите, булавкой подкололи. Это вот сюда должны выйти. И точно так же натягивая за один петельный столбик, здесь все гораздо проще, чем наверху, натягивая полотно, провязываете, ну где-то до булавки. Самое главное, здесь хорошо натягивая, потому что это видное место, это украшение. Натянули здесь, подтянули петлю. Так, сейчас я вытяну. Периодически проверяем, что у нас получилось. Потому что, если что-то не получается, надо сразу распустить и перешить. Вот я смотрю, что у меня на макушке петельный столбик не сбит нигде, он очень ровный, в общем-то его и не видно. Если бы не залом на ролике, то шов так сразу и не найдешь. Это очень правильный шов. Рулики сшиты тоже очень хорошо, все очень плотно, крепко прижато за счет того, что я натягивала нить. Обязательно надо натягивать и шапку, и нитку изо всех сил, особенно вот на таких больших толстых местах. Поэтому, если бы вы ролики сшивали отдельно, у вас бы они вот так вот и стояли вокруг головы. Мне это не нужно в данной модели, поэтому вот такой вот шов меня вполне устроит. Все очень хорошо. Так, петля. Зашиваем дальше до булавки. Вот так же натягивая полотно и вдоль, и натягивая нитку. Вот наша шапка, не дошитая. Отрезали нитку. Теперь я знаю, сколько мне нужно отрезать. Чтобы на шов хватило спокойно, отрезаю нитку. Вдеваю мою нитку, которой не хватило на сшивание, в иголку. Иголку с толстым ушком, но если ушко небольшое, посмотрите, берем катушечную нитку, где на фоне шапки, продеваем петельку из катушечной нитки. В нее вставляем нить шерстяную и затягиваем. Очень простой способ. Самый простой, уж проще не бывает. Ничего наклеивать не надо. Замазывать, размазывать. Все очень-очень просто. И начинаем зашивать петли. Моя задача выдержать петельный столбик. Видите, здесь петельный столбик, вообще его не видно, где тут шов. Петельный столбик идет четко. Если я где-то буду его пережимать, у меня будет шов просто уродливый и некрасивый. Моя задача сделать так, чтобы было красиво. Поэтому вот то, что я зашивала косичкой, петельный столбик, он же и пойдет внутрь. Зашиваю с лицевой стороны. Поэтому ошибиться здесь гораздо сложнее. Вывели сюда иголку. И беру петельный столбик. С одной стороны. Петельный столбик с другой стороны. За протяжечки. Чем уже у меня... Сильно не надо затягивать, мы потом затянем все сразу. Чем уже у меня стежки, тем крепче будет сшита шапка. Самое главное выдержать вот этот внешний петельный столбик. Зашиваю красиво и с лица, и с изнанки, чтобы мой шов был одинаково красив и с внешней стороны подгиба, и с внутренней. Видите, вот то, что я нашила. Теперь я могу спокойно затянуть идеальный шов. Переворачиваю полотно. И точно так же выдерживаю этот петельный столбик. За одну протяжку с одной стороны. Протяжка... Так, чтобы не оставался только петельный столбик, уголок вот этот, косичка, с другой стороны. Протяжка с одной стороны. Протяжка с другой стороны. Затягивать не надо, затянем потом все вместе. Выдерживая петельный столбик один, чтобы... Можно ориентироваться на соседний. Тоже хорошо. Видите, вот этот ряд идет, на него и ориентируемся. Для шапок очень хороший способ. Не стала так зашивать, только из-за наших роликов. И затянули. Все. Шов ровный. То же самое дальше. До конца. Зашиваем. И смотрим, что получилось. В принципе, я, на самом деле, эту шапку уже померила. Она мне очень понравилась. Единственное, что из-за того, что она белого цвета, ей не хватает отделки. Поэтому, в общем-то, можно носить и так. Ее только нужно обязательно намочить и просушить на банке. Ну, это касается любых шапок. Особенно вот таких вот фактурных, как эта. У нее все в разные стороны торчит. Все эти ролики выпирают куда не надо. Донышко тоже не держится, пока мы не придали ей форму. Наша задача сейчас эту шапку выстирать, навесить ее на фигурную, ой, на банку и дать ей высохнуть. Тогда она примет форму. И на банке как раз разгладить и ролики, и донышко, и все остальное. Если у вас нет банки, можно воспользоваться воздушным шариком. Очень хорошее средство. Единственное, что шарик хорош для, не для плоского донышка. Вот такое плоское донышко, конечно, лучше сушить на банке. Видите, оно абсолютно плоское. Вот так вот стоит. Просто тарелочка. Тарелка и тарелка вот такая вот. Очень плоско все очень хорошо получилось. Поэтому сейчас дошиваем подгиб и стираем нашу шапочку. Придаем ей форму. Пока она будет сохнуть, мы можем выполнить отделку. Какую? Каждый смотрит сам. Можно руликами, можно шнуром, можно цветочки связать, можно листики, что угодно. То есть отделка для такой шляпки может быть абсолютно любая. Кто-то может брошку красивую пристегнуть. Все, что угодно. Эти шляпки, они универсальны. На них это как палитра, на которой можно рисовать. Это как картина такая. Можете рисовать на этой шляпке все, что угодно. Основа для творчества. Можно менять цветочки, можно менять брошки, заколки. Все, что угодно. Вот эти шляпки, они очень благодарны в том плане, что повязали другой платочек какой-то или шарфик. И поменяли цветочек. В тон. В тон пальто, в тон куртки, в тон шарфика. Все, что угодно можно на этих шляпках. Все, что угодно с ними можно делать. Они украсят собой любое-любое абсолютное изделие. Закончили. Подшив. Убрали все ниточки. Все нитки можно убирать в рулики и в подгибы. Тоже очень удобно. Чтобы ничего нигде не болталось, сразу все убрали внутрь. Учитывая, что мы нигде не рвали нитку, убирать-то особо и нечего. Так, вот здесь что-то. Вот то, что у меня только закончилась нитка на мотке. Вот там я их убрала. Все, вот наша шляпка. Стираем на банку и пока она сохнет, думаю, как будем ее оформлять. Для создания цветочка мы вяжем рулики. Рулики делаются очень просто. Будем делать на трех играх. Иголка. Завязываем на ней узелок. Иголку в рабочее положение. Соседнюю иглу. Каретка у меня справа. Значит, с правой стороны двигаем в нерабочее положение иголку. Если у вас рычаги частичного вязания, отключите. И провязываем один ряд. Эту иголку в рабочее положение. Не провязала, можно рукой подправить. Две иглы в рабочем положении. Со стороны каретки иглу в нерабочее. Два. Провязали два ряда. У нас в работе три иглы. И теперь вяжем нужное количество рядов. У меня самая большая петелька 50 рядов. Самая маленькая 20. Два провязана. Три, шесть, пять, шесть и так далее. До 20. 20 рядов. Теперь просто делаю сборку петель на среднюю. Отрезаю ниточку так, чтобы можно было. Завязать узелок. И снимаю с машинки. Это заготовка для листика. Для лепестка. Ее можно растянуть. И получается абсолютно полноценный ролик. У которого не видно, где у него середина, где у него края. Все. Он абсолютно круглый. Его загибаем. Получается вот такой маленький листик. У меня два листика 50 петель. 4, 40. 4, 30. И 4 по 20. Из них можно делать цветочек. Можете сделать еще более маленький цветочек. Тогда по 20. Нужно тоже 4. Чтобы симметрично со всех сторон расположить. Сейчас будем собирать цветочек. Но предварительно еще свяжем серединку. Серединка это такой же рулик. Вот я возьму на 50 петель. 50 рядов. Это такой же рулик. Только его мы свернем как серединку цветочка. Вот так же. Вот это будет серединка цветочка, которая прикроет у нас все швы. В принципе я могу уже сейчас вязать. Если я хочу достаточно большое основание. Можно. Видите, я 50 рядов взяла. Будет вот такого размера. Я возьму сейчас 40 рядов. Поменьше. Посмотрю, какого размера у меня будет серединка на 40 рядов. Вот такого. Наверное, 40 рядов для серединки этого цветочка вполне подойдет. То есть я вяжу еще один рулик на 40 рядов. Который у меня будет являться серединкой. Я откладываю в сторону, чтобы не перепутать с лепестками. Теперь мы просто складываем наши лепестки по размеру 50, 40, 30, 20. И могу их зашивать. Вот я беру просто нитку того же цвета. И главное, чтобы ничего никуда не убежало. Начинаю зашивать краешки. Сначала зашьем сам цветочек. Потом пришьем его к шапке, когда она высохнет. Зашили. Первый лепесток. К нему два лепестка поменьше. Смотрите, можно делать так, чтобы лепестки, каждый раз, которые идут меньше, шли ниже основного. А можно делать их все из одной точки. Тогда они лягут таким полукругом. А если вы будете опускать каждый раз ниже, 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 у вас будет вытянутая конструкция. Поэтому смотрите, как вам больше нравится. Мне, наверное, не нужна такая вытянутая конструкция. Я буду делать их из одной точки. Поэтому к этой части, раз иголка сюда пошла, я пришиваю... Ой-ой-ой. Эти хвостики мешают. Но их можно и отрезать, собственно. Я пришиваю покороче лепесточек. Постепенно, потому что если их всех сразу начать пришивать, они развалятся. Они очень такие... Конструкция не жесткая. Они все начнут просто разваливаться, разъезжаться. Поэтому пришиваю их постепенно. И смотрю, как они ложатся. Вот у меня три лепестка. Берем следующие 30 петелек. Сюда же. Ну, в общем-то, можно и 20 сразу. Раз уж так. Это один из многих-многих-многих вариантов оформления. Вот цветочек. Это его половина. Вторая половина у меня лежит рядышком. Я сейчас точно так же сверну и вторую половину. Естественно, вот эти все лохмотья, которые у меня висят внизу, я завяжу и отрежу. Они не нужны нам. Так, где-то подлиннее, подлиннее. В эту сторону. 30. И 20. Привязываю. Делаю две вот таких вот заготовки. Самое главное их соединить очень плотно, чтобы у них даже возможности не было шевелиться у этих цветочков. Можно, видите, поскольку стяжка такая хорошая идет, мы сшиваем по основанию и пройтись можно и по центру. Мы все равно будем пришивать это все к шапке. Но наша задача скрепить цветочек так, чтобы он не имел возможности вообще двигаться. Потому что мы потом будем стирать шапку, но со временем, естественно, она пачкается, мы стираем вещи вместе с этим цветочком, чтобы он не отвалился, не загнулся, никуда не делся. Поэтому наша задача скрепить его как можно плотнее. Если вы хотите сделать его съемным, можно пришить временно, пристегнуть, можно булавку, можно основание жесткое какое-то менять цветочек. Если вы хотите на постоянное место, тогда, конечно, мы будем пришивать его очень плотно, крепко, чтобы он, во-первых, закрыл нам шов. Поэтому я как-то не очень старалась рулики скрыть, потому что мы закроем их цветочком. А во-вторых, для того, чтобы этот цветочек не имел возможности у нас отвориться или загнуться. И вот таким вот способом вяжем. Делаем вторую половину, а потом место соединения прикрываем руликом. Можно нашить стразики, какие-нибудь пуговки, что-то яркое, красивое. Для того, чтобы придать цвет нашему цветочку, можно оставить так. И после того, как он будет готов, мы его спокойно прищипем на нашу уже высохшую шляпку. Вот такая шапочка у нас получилась в итоге. Вот, посмотрите, со всех сторон. Почему я сделала шов сбоку? Мы можем оставить шапочку вот в таком виде. Можем, видите, шов у меня остается сбоку. Мы можем наш цветок оформить, решить вот сюда, закрыть полностью шов. У нас получается шляпка без шва. Мы можем загнуть поля. Загибаете поле, немножко опускаете здесь вот часть макушки и точно так закрываете все цветочком. И у вас получается вот такая вот шляпка более игривая. То есть вот это вот варианты, как можно носить эту шляпку, как можно... Можно ничего не пришивать. Можно, кстати, вот этот цветочек пришить и шов оставить сзади. Тут тоже будет очень интересный эффект. То есть вот тут вариантов очень много. Выбирайте тот, который вам надо. Но если вы решите заколоть шляпку, то смотрите, чтобы у вас место начала подгиба не было заметным. То есть загибаете либо поменьше, либо подшиваете там, либо надо делать поля еще большего размера. Но в этом случае они будут хуже лежать. Надо это учитывать, что если поля мы будем делать еще длиннее, тогда нужна уже какая-то распорка. Потому что сама шерсть уже сама себя держать не будет. Нужно будет плотнитель. При таком варианте, в общем-то, как мне кажется, длина подгиба максимальная для того, чтобы она сама себя держала. Никаких дополнительных приспособлений тут не нужно. Я загну краешек и немножко опущу макушку сюда вот за наши рубчики. И пришлю просто белой ниточкой, очень тоненько, аккуратненько, так, чтобы на макушку находил цветочек. Тогда он прикроет и шов боковой полностью до самого верха, и шов будет закрыт. И изнутри, и снаружи. Получается вот такая вот очень игривая, очень интересная шляпка, которую можно носить с абсолютно любой вещью. И с курткой, и с пальто, и с плащом, и с пуховиком, с чем угодно. Самое главное сюда красивый шарфик. И все. Дошиваем шапочку. И мы молодцы. В итоге у нас получается вот такая очаровательная шляпка. Это даже не шапка, это именно шляпка. Немного асимметричная, потому что, смотрите, с одной стороны у нее цветок, и немножко перекашивается макушка. Макушка не на классическом месте, а немножко сдвинута в бок. Вот так эта шляпка выглядит сзади. И с другого бока. Можно добавить сюда цветные полоски, какие-то стразики, другую отделку, но она настолько очаровательна, что очень симпатично выглядит и без какой-то дополнительной отделки дополнительных цветов. Если вы выполните эту шляпку в другом цвете, она будет выглядеть совершенно по-другому. Выбирайте тот цвет, который будет гармонировать с вашим общим обликом. Вполне можно к этой шляпке связать соответствующий шарфик или палантин. И вы будете самой очаровательной дамой. Надеюсь, что шляпка вам понравилась. Жду вас на нашем сайте Избави Зальни. Ваша Наталья Некрасова.